Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции. Урок следующий. Тахикардия с болями в груди и области сердца. Всем, кому непонятно, что такое тахикардия, анатомические сайты вам в помощь. Пожалуйста, посмотрите. Это заболевание сердца, хотя многие считают, что это не заболевание сердца. Это симптом. Это нарушение вегетативной нервной системы. Это эндокринное расстройство человека. Это форма аритмии, которая может привести к ишемической болезни сердца, вследствие чего инфаркт. Но, мы читаем лекции согласно восточной медицины, мы уже знаем, все многие, кто смотрит наш канал, знают, что из 12 меридианов, 9 меридианов контролируют сердце. Вот поди, гадай пальцем в небо, какой меридиан негативно отражается на сердце. Это может быть меридиан печени, тройного обокревателя, меридиан почек, меридиан желудка. Переднесерединный и заднесерединный меридиан относятся к чудесным меридианам. Они тоже могут влиять своей избыточной недостаточностью на сердце. А также здесь не следует, скажем так, брать во внимание то, что нам некоторые врачи искажают немножко. Не берите во внимание. Учитесь правильно дышать. Ведь сами врачи говорят, что при нехватке кислорода сердце будет о себе что? Напоминать. Только человек, ты что? Ну обогащаешь же легкие своим кислородом. Ну не ленись. Встань да подыши утречком. Дыхательные упражнения. Сейчас масса упражнений, которые человек заставляет, что что-то человек делал, занимался. У нас люди не хотят. Не хотят этим заниматься. Даже не хотят простое брать во внимание. Потому я цитирую вам Библию медицины на этот день, в которой еще 5000 лет было написано. Что все болезни сердца может излечить только дыхание. Потому на первом месте при всех проявлениях заболеваний сердца дыхание у вас на первом месте. А уже потом акупунтура. Хотя на второе место я сразу поставлю не акупунтуру, а поставлю еще состояние позвоночного столба. Вот хотя бы два домашних задания, которые вы должны учиться выполнять. Это привести дыхание в порядок и привести свой позвоночный столб в порядок. А уж потом проводить диагностику 12 меридианов и смотреть в каком состоянии меридианы. И тоже сбалансировать их. При этом все болезни сердца покинут вас. При условии, если вы будете заниматься, наведете порядок и будете этот порядок содержать. Нельзя один раз в году навести порядок в квартире или в комнате. Его можно навести, но нужно поддерживать этот порядок. Ну, конечно, у кого есть творческий беспредел, это уже совершенно другие заявки у человека. Потому, пожалуйста, будьте внимательны. Всегда помните, что не надо сразу учиться много вдыхать, много выдыхать. Висеть там подолгу на турнике. Нужно висеть на турнике и расслабляться, чтобы позвоночный столб вас расслабил. Полностью. Смотрите, как просто. Не надо, скажем так, пытаться больше вдохнуть, задержать там на минуту, как некоторые там мы довели там. Нет, вы должны научиться дышать правильно, так, чтобы вы могли дышать везде, спокойно, без напряжения. Элементарно все просто. Ну и, конечно же, меридианы. Меридианы нужно привести в порядок, эти меридианы нужно содержать в порядке никаких «но». И точка В10 Тяньжу мы можем сказать на первом этапе точка скорой помощи, которая поможет вам частоту сердца выпрямить в норму. Но при этом их не забывайте. Может, сердце просто-напросто болит, и область сердца болит и сигнализирует о том, что нехватка кислорода. Наполните сначала кислородом, успокойтесь, переведите дыхание в нормальный ритм, начните обогащать кислородом легкие и кровь, и тогда сердце начнет восстанавливаться, начнет успокаиваться. Может, оно кричит, что нет кислорода, не хватает кислорода. А мы сразу за точки бежим, вот та точка-то, помассажируй, все, быстро пройдет. Да не пройдет, не пройдет. Надо все брать во внимание. Не можем мы только взять кастрюлю и приготовить больше, нужны еще и дегриенты. То же самое, мы не можем только взять точку В10 Тяньжунь, быстренько расслабить ее, чтобы сердце успокоилось, успокоиться. А кровь как не была обогащена кислородом. А легкие как не получали в достатке кислорода, так и не получают. И сердце отказывается качать что? Некачественную кровь. А тут еще и поджелудочная мышечка, которая контролирует весь мышечный каркас, в каком же она состоянии. И вот эта вся цепочка порождает ваши действия, которые вы должны, что? Последовательно выстроить пирамиду и четко идти по этим всем ступеням, на вершину пирамиды. А не так, что один профессор сказал то, а другой сказал это, вот я взял это, я траву попила или тот. Нет, ребят. Вы должны все знания объединить, все энергии объединить и каждой энергии, каждое знание отдать должное. Спасибо за внимание.